всем привет с вами канала и вторая надежда сегодня предлагаю посмотреть что он хочет сказать вам ваш загаданный партнер именно сегодня посмотрим его мысли по поводу вас если с этим конечно же разговор к вам который сделаем сегодня на темной колоде таро черный гримуар сигнификация что сегодня происходит между вами ух это страсти здесь мужчина не знает как договориться сейчас с вами знаете вы для него сейчас не договороспособный человек но она и правильно потому что здесь мужчина смог вывести вас на эмоции смог пробудить знаете что-то такое вот агрессивное или что-то такое вот очень буйная потому что дьявола в этой колоде его здесь разбудили здесь пробудили может быть действительно пробудил вас что-то такое чем вы даже раньше сама не сталкивались и от себя не ожидали что вы способны на такого рода реакции здесь здесь у нас был проведен ритуал на карте и вот разбудили демона дьявола который не очень рад что собственно потревожили его покой вот у вас то есть здесь мужчина планомерно действовал так но я думаю он не этого хотел потому что здесь теперь попытка договориться или попытка усмирить вас является главным приоритетом то есть как бы как бы поговорить с вами или как бы к вам подойти чтобы вам такое предложить потому что здесь у нас ведь художник рисует демона и вот такой вот джаз да там тихо там спокойно посиди но мы прекрасно понимаем что на предшествовало тому что демон спокойно сидит то есть это карта процесса вот вашего мужчина представьте сколько у него сейчас мыслей и эти мысли реально они в разбег потому что он не понимает что он может сделать со своей стороны чтобы организовать разговор хочет реально поговорить хочет реально повзаимодействовать может быть и предложение здесь какое то есть для вас вот но сначала то нужен спокойный разговор спокойный диалог я не вижу чтобы с вами сейчас можно было спокойно поговорить именно этому человеку слишком здесь много эмоций и просто в противном случае вы просто не захотите с ним разговаривать опять же здесь может показываться прошлое что слишком много эмоций было и вы их уже утихомирили уложили в себе и вот эту волну вновь поднимать не хотите помня а каково это было отношения очень сложные действительно луна когда из страхи в отношениях страхи какого рода что что-то рушится до что-то неправильно или страшно понимать осознавать что этот человек предатель или этот человек врет потому что в луне все очень мутно все очень зыбко и это действительно карта интриг некрасивых эта карта обмана и вот благодаря вот такому поведению а мы здесь реально понимаем кто здесь кого спровоцировал потому что вы здесь вот в таком очень активной фазе здесь показано а у него уже бы как бы а вот с вами попытаться побеседовать как бы вас успокоить что произошло давайте посмотрим предательство разбитое сердце 3 тройка тройка и любовный треугольник здесь тоже может быть бесполезно здесь было с этим человеком бороться разговаривать такое ощущение что он создал вам или пытался создать очень некомфортные условия в отношении я то есть вам ничего нельзя с этим не общайся с этой не общайся там не работает он туда не ходи как в клетке здесь на то есть здесь здесь мужчина очень много диктовал вам того что вы должны были делать причем вы были в шоке от того что насколько вы сначала даже поддались этому то ли это интересно вам было да вот такой вот мужчина который наконец-то может а вот показать свою мужскую силу и сказать нет я мне не нравится ли я не хочу чтобы ты это дело но просто потом вы начали понимать что вот все что например нельзя вам а здесь же еще там вынуть вот все все наизнанку вы ему должны были то есть никакого секрета он должен все знать он должен и знать с кем вы общаетесь и он должен был знать там с кем вы взаимодействуете да куда вы ходите с кем вы встречаете то здесь показан человек который попал под тотальный контроль и под тотальный контроль здесь попали вы но вот вам ничего а ему можно все здесь то есть неожиданно для себя стали понимать что какая-то нечестная вообще в принципе здесь получилась эта история вроде бы это и интересно было вроде бы вы тоже согласились на всю эту историю и действительно где-то под впечатлением от того что ну знаете есть же женщина я как-то в телеграме поднимала тему девочек и плохих мальчиков да вот почему девочки любят плохих мальчиков вот и есть некоторые женщины которые говорят что мне нравится мужчины которые могут приструнить рядом с такими ты чувствуешь себя увереннее там защищение спокойнее вот что-то вот мне вот напоминает в этом раскладе вот именно такое положение вещей то есть мужчина сделал все чтобы женщина видела что он такой доминантный товарищ что он полностью берет вот какую-то власть или может быть какую-то опеку над женщиной но просто по итогу эти отношения оказались для женщины такими заложническими то есть как в золотой клетке или как вот на привязи под тотальным каким-то контролем но эти же правила которые действовали для вас для него конечно они здесь не работали и вот это вот стало для вас откровением а когда вы стали видеть что вы на многое согласились причем здесь согласились даже на какие-то лишь лишения там не хочешь чтоб я общался это я как пример привожу значит я не буду там хочешь там знать там с кем я переписываюсь и так далее там вот этом пароли там условно да вот от моих там соц сети и так далее но вот то что вы добровольно делали лишение по факту оказалось что это просто ваше добровольное решение в обмен на то что мужчина будет знать о вас все там или вы будете под контролем вы будете предсказуемая а он при этом абсолютно такого свободный человек приходилось вам ждать здесь еще и режим ожидания там ждать когда он напишет ждать когда он позвонит ждать когда вы наконец-то там встретитесь там ли он когда он освободится ждать обещаний там ждать изменений если любовный треугольник ждать выбора любовный треугольник здесь тоже может разнообразно это не обязательно вы он и другая женщина это может быть вы он и его семья смотрите пожалуйста каждая по своей ситуации вот кто здесь был запасным до игроком кроме вас и вашего партнера но то что ждать а вот не было какой-то конкретики здесь со стороны мужчины не было здесь в дальнейшем потом оснований верить в то что что-то случится или ваших отношениях наконец-то начнутся какие-то улучшения стали понимать что все просто рушится все катится под откос ничего хорошего как будто бы в этих отношениях больше не будет мрачная такая ситуация здесь показана и даже не от колоды зависит просто черный гримуар он показывает самые такие потаенные сокровенные или скрытые ситуации и информацию которую порой с первого взгляда другими колодами и не увидишь а дальше здесь вот просто найти вот до банального просто вы стали видеть что ваш мужчина это не тот прежний добрый хороший там добряк да да вы стали видеть что этот человек который изменился на ваших глазах до неузнаваемости он стал показывать свои негативные черты характер здесь может быть агрессия наконец-то вот хотя сам вот тот человек который пытается взять контроль над другим человеком конечно это абьюзер конечно это манипулятор да мы здесь не будем уходить в психологию что там до комплекс там так далее так далее вот но так как эта игра была такая поначалу добровольная то соответственно здесь мужчина он ему и не надо было показывать там свои какие-то недостатки все это было интересно да все все это было легко а потом когда вы уже начали видеть что ну что-то в этом неправильное да так быть не должно вы потом стали видеть и его психи и конечно здесь могли бы с вашей стороны встречные просьбы до что если ты обо мне все знаешь я тоже хочу по тебе знать или если ты говоришь что давай подожди значит я должна знать когда наконец-то случится то самое и не просто до в очередной раз обещание и озвучивание какой-то даты должны быть уже реальные доказательства должны уже реальные быть основания и вот тут вы начали видеть да когда пытались наконец-то дать себе четкий ответ сама себе есть смысл в этих отношениях или нет конечно как вы можете сама себе ответить вам нужен второй участник этой ситуации вот как только да вот ближе к сути когда и вы я думаю уже перестали играть в хорошую девочку и перестали скрывать какие-то негативные стороны вот всей этой ситуации она же как снежный ком да вот дальше больше дальше больше и напряжение она росла и вы видели что мужчина вот просто как луковица да вот с него слетает шелуха и вы начинаете видеть всю истинную суть конечно у вас здесь тоже нервы не выдерживали а по дьяволу здесь в итоге то довел вас до такого состояния да реально вы сами себя не узнавали вот до чего он вас довел или вот насколько вы можете впадать в те или иные состояния и мужчина здесь перестал играть в хорошего хорошего мужчину вот здесь раскрылся как никогда здесь интересная карта она как бы поделена буквально здесь на две части с одной части мы видим человеческий облик и такая вот спокойная обстановка на карте на второй половине мы видим что это действительно демон это что-то нечеловеческое и здесь тоже на вот гром молнии поднимающиеся тучи да вот трава которая на 3 треплется и рвется от ветра от порыва ветра вот так вот и мужчина изменился на глазах да здесь опять же если вы скажете что здесь могла быть магия я с вами здесь соглашусь здесь могла быть магия потому что и карты и луна и десятка мечей карта дьявола и паш мечей да и мечей в принципе у нас здесь достаточно много буквально четыре карты и старшие арканы мягко говоря не самые хорошие то могла быть магия когда человек человек не сам по себе раскрылся захотел до психанул а ее тему еще могли помочь ему могли помочь показать все самое негативное да вот по действиям каких-то негативных программ но вот самое главное здесь суть которую важно понять услышать этот человек разбудил вас внутри демонов ну и сам сам хорош на сегодняшний день сам наш мужчина как он оценивает текущую ситуацию не считает что вы правы в этой ситуации несправедливо здесь показывает здесь мужчина хотел бы с вами объясниться вплоть до того что я здесь хочу сказать что здесь мужчина реально еле сдерживается себя уже в эмоциях вот буквально еще чуть-чуть и здесь башня у него задымится вот в прямом смысле потому что здесь вот выяснить отношения с вами это в приоритете вот буквально как ты посмела там как ты смогла а если мы посмотрим глубже да вот учитывая предысторию всей ситуации то как ты посмела вырваться из-под моего контроля а здесь человек который реально ему очень нравилось когда вы была предсказуемая ему нравилось когда вы готовы были следовать вот в такт тем правилам которые здесь пытался установить мужчиной в какой-то момент откровенно говоря он эти правила установил а вы в эти правила с ним играли но все всему и сначала всему есть конец перестала вас устраивать все то что происходило в отношении а у него теперь ведь вы не должны были то ли вы должны были вечно сидеть ждать то ли вы также вечно для него должны быть открытой предсказуемой честной правдивой а он сам по себе когда ему удобно он с вами ему неудобно он отчалил смог появился не смог значит и не проси и не спрашивай ну и тем более не задавай таких вопросов когда да или кто я для тебя любишь ли ты меня а если любишь значит что-то я должна увидеть не при каких обстоятельствах но здесь мы смотрим если да вот в мыслях он с вами очень много общаются на самом деле здесь общается в контексте претензий в контексте высказывания своих каких-то недоволь здесь мы видим на один человек нападает на другого и пытается заполучить ну тут в данном случае гримуар заполучить а тут вот все то что он считает по справедливости должно принадлежать ему вы девочки как минимум должны ему принадлежат а дальше вместе с вашими тайнами вместе с вашим со всем общением которое он должен контролировать отслеживать там он должен быть в курсе он должен быть в курсе в вашей жизни он должен быть в курсе каждого вашего следующего шага но так этого сейчас не происходит то он начинает уже думать на тем вот то что я говорила в начале то вот желание с вами договориться с одной стороны его беспокоит что не получается но девочки вы поверьте с другой стороны вот будь его воля он схватил бы вас за грудки и патриоз бы так наверно же вот всю дурь по его мнению которые есть у вас внутри вот вытащить из вас вытрясти вот здесь вот еле еле сдерживает себя человек чтобы не сорваться на какие-то выяснения потому что терять вас не хочет слишком то ли дорогой ценой вы ему достались то ли сама вы по себе очень ценная и ресурсная и вот такое вот сокровище на вот моя прелесть как голум вот это сокровище должно конечно принадлежать ему не хочет он чтобы кто-то был рядом с вами кроме него а если здесь манипулятор то если здесь абьюзер и если человек считает что вы должны быть его личной женщиной там его собственностью если хотите конечно здесь будет включаться ненормальная ревность и ненормальное желание все вернуть назад и сделать так чтобы вы больше не предка ни при каких обстоятельствах не вырвались из этого плена в котором собственно какое-то время добровольно все-таки вы находились ну видимо в надежде да вот в святой такой вере что все будет хорошо все у вас получится он же сказал он же пообещал я же видела да какой он да мужчина там властный он любит любит содержать на виду до любит все держать на контроле своем собственном а вот тут видите сломался наш мужчина что он хочет сказать вам сегодня девочки что он хочет сказать вам сегодня прямо важность я какую-то здесь заявляет на мужчина посмотрите как он запел просто посмотрите как он запел он будет о том что ему плохо он страдает и я здесь девочки предлагаю вам не верить вот это вы знаете какой-то надрывности которая здесь показана то что тройка мечей это всегда про боль это всегда про любовь конечно несчастную это разбитое сердце это когда ты любишь от тебя отвергают или ты хочешь быть с человеком а этот человек тебя к себе не подпускает но он хочет вам сказать что но есть чувство ну про чувство здесь да что здесь и чувство собственника конечно но и эмоциональный фон здесь к вам еще такое вот достаточно бодренький то есть вы ему не противны он вами интересуется вы как женщина его влечете и привлекаете но ему нравится чтобы эта женщина была рядом на вот буквально на цепи на привязи чтобы далеко она не убежала он всегда знал где вы с кем вы как вы и вообще чем занимаетесь а тут вы на расстоянии я думаю что я мало ошибусь если я скажу здесь что вы еще что-то улучшили в своей жизни ну как минимум сами стали лучше выглядеть но вот после такого кошмара здесь просто успокоить свою нервную систему немножечко отдохнуть и уже и цвет кожи будут более здоровые и глаза засияют нормальным здоровым блеском и уже да вот на глазах просто похорошел вот но здесь я говорю минимально чтобы стали лучше выглядеть некоторые расставания или некоторые серьезные ситуации на женщин конечно действуют таким образом что женщина начинают браться за себя там начинают приводить себя в порядок там худеют или наоборот если там дефицит веса там поправляются они начинают следить за собой им это нравится да но это тоже некая такая сатисфакция для самой себя то есть мне эти отношения не сделали ничего кроме как дали мощный толчок для того чтобы полюбить себя беречь себя и ценить себя вот наш мужчина здесь его по подурнел я бы сказала потому что она его ведь и разъедает желание вновь вами завладеть это не получается если с вами договариваться переговоры будут очень сложными а здесь уже понятно что договариваться вы особо не хотите так как основа вот шагнуть вот кто из чего вы там кто-то одной ногой а кто-то уже двумя ногами вышел но как-то вот вряд ли да такая сомнительная замануха и перспектива быть в этом вот вновь по добровольному желанию но у него здесь что вы его судьба посмотрите вы его судьба что я хочу тебе сказать что я понял ты моя судьба там не без тебя плохо мне без тебя больно я хочу снова возвращение наших с тобой отношений но здесь он не получается у меня здесь по плохому хотел бы по плохому наверное но я не могу но опять же ты же знаешь да что у меня к тебе чувства и мог бы угрозами мог бы там я не знаю там действительно здесь больше про угрозы но не получается но кстати у вас посмотрите видите здесь все равно у нас подсознание выдает что это снова сильнейшее желание вот как здесь восьмерка мечей в баночке женщины и ведь это не как потому что есть тотальный контроль за ней следят и вырваться чисто физически да даже относительно вот размера этих героев которые здесь показаны на карте просто невозможно захочет выпустить не захочет будет дальше держать и посмотрите тут нас тоже восьмерка мечей которая нам будет о том что здесь мужчина больше всего страдает от того что он не может вас снова привязать к себе ему плохо от того что вы уже не поверите на какие-то его сказочки уловочки вы не поведетесь вы не напугаетесь по плохому девочки поверьте он и по плохому хотел бы если бы это получилось а он понимает что уже там вам угрожать бесполезно там пытаться там какую-то не знаю вот манипулятивную схему новую придумать уже бесполезно вы уже все видели вы все с этим человеком прошли и ну когда ты это прожил ты это все узнал в детали больше ты на это не поведешься и вот представьте как его начинает здесь злить и бесить что все те фокусы которые работали раньше больше не работают сильнейшее желание вновь вас вернуть конечно же в том состоянии в котором вы раньше были до готова это с задором в глазах вот верящая вот искренне ждущая но так уже не будет да там по хорошему или по плохому по хорошему бесполезно ой по плохому бесполезно но вот может по хорошему здесь вы услышите на что ему больно что плохо ему он переживает что вы его судьба что вы не зря встретились а не может до сих пор забыть вот такое вот здесь идет повествование кстати у многих здесь девочек эти мужчины начнут проявляться и действительно достаточно много случаев прям вот быстро вплоть до того что вы смотрите расклад и он прям в момент расклада появился а до этого молчал спустя день там через несколько часов и так далее так далее потому что здесь все равно его влечет он не хочет отпускать и опять же мы видим на здесь на ниточках как куклу марионетку не может девочка знаете вот ему настолько было по кайфу когда вы были прям вот его женщины когда вы были в отношениях и он а полноценно считал что вы вот за ним и в огонь и воду и вот вам это нравится и такой знаете не знаю садизм наверное да здесь еще так вот вырисовывается вот такой вот в виде какого-то дополнительного портрета в его точнее в виде дополнительной характеристики в его портрете напишите девочки вы замечали какие-то садистские наклонности у этого человека потому что но это не нормально искренне так вот яра желать вновь подчинить себе человека и ради этого вот рассказывать что плохо что судьба что он страдает он не будет по-плохому ну в этом я не уверена потому что здесь я объяснила да какая логика потому что главная мысль а это у нас ментал там или главный аргумент которым он пользуется и который ведет его к таким словам это вновь желание доминировать вновь желание обладать вами вами вашим временем вашими мыслями то есть он хочет чтобы он жил не только в вашем сердце да но в вашей душе в вашей голове чтобы все что для вас было важно и первостепенно чтобы это был он потом все остальное мы с этим товарищем я бы посоветовал вам быть максимально осторожным здесь наверное луна здесь тоже изначально нам показала что здесь могут быть не только интриги а реально даже с головой может быть что-то у человека но я могу еще сказать что он сейчас реально сходит с ума из-за вас а вот есть сильное желание которое он сейчас не может реализовать поэтому максимально девочки здесь бдительность внимательность чтобы снова не подсесть на этого человека как на некие запрещенные вещества потому что дьявол он тоже про это что очень легко вляпаться на очень сложно отделаться просто если есть желание и будет желание с ним пообщаться вот просто с холодной головой без каких-то ожиданий без каких-то иллюзий потому что про главную цель вот здесь вот красной нитью до главная цель у этого человека доминирование и обладание такой сегодня кстати необычный даже я бы сказал какой-то психологический расклад но иногда такие расклады тоже бывают и они полезны для того чтобы посмотреть подумать и встретиться с этим человеком если вы готовы будете встретиться буквально во все оружие на сегодня всего подписывайтесь на канал подписывайся также на телеграм ссылка в описании под видео в закрепленном комментарии не хочу долго затягивать здесь концовку буду всем рада скоро встретимся пока пока пока